Спасибо Максу! Я вас приветствую, меня зовут Игорь, и давайте продолжать таким же бодрым темпом. Мне досталась честь рассказать о самом интересном вообще в этом всем процессе. Как говорил Данила Козловский в известном фильме «Бабки, только бабки, где бабки?» И мы поговорим о том, как сайт, ну, на самом деле, может генерировать вам клиентов совершенно бесплатно за счет внутреннего движка и внутренних сервисов, как он может вам улучшать сарафан, да, как он может помогать вам просто зарабатывать больше денег. Я люблю, чтобы платили, я люблю, чтобы платили хорошо, и, в общем-то, я всю свою карьеру строил из позиции, что я хочу быть фотографом, который делает не просто красивые фотографии, я хочу быть фотографом, которому много платят. В общем-то, я к этому долго шел, пришел, и сейчас поделюсь, как это можно сделать за счет встроенных инструментов сайта, потому что, в общем-то, там достаточное количество того, что вы можете использовать для себя, и, я уверен, вы найдете много интересного. Мы окунаемся сразу в админку. Нас очень сильно интересует вкладка «Анонсы». Вот здесь она, видите, сейчас пустая. На главной странице ее, вот она есть, и она пустая. Вот здесь вот есть кнопочка «Анонсы», да, можно ее выключить, она была выключена, я ее включил. Она появилась вот здесь вот у нас на главной, и она сейчас пустая. Будем ее наполнять, и расскажу, зачем это нужно. «Анонсы» — это крутейшая штука, которая нужна для того, чтобы, когда вы пришли со съемки, с заказа клиентского, вы могли первые фотографии скинуть им в тот же день, там, на следующий день, например, да, если со свадьбы вы приехали поздно вечером, и они быстро их получили. В чем прелесть? Они получают их прямо на вашем сайте. Они эту же ссылочку отправляют друзьям, знакомым, показывают. Все это забрендировано вами, забрендировано вашими логотипами. Тут же лежат другие ваши фотографии. То есть люди, которые про вас до этого не знали, да, могут таким образом на ваш сайт попасть и ваше портфолио посмотреть. Жмем кнопку, в общем-то, создать анонс. Например, у нас есть ловстойка «Анастасия и Алексей». Вот ее сюда мы и закатаем. Дата съемки не обязательно. Миниатюра. Мы сейчас какую-нибудь здесь выберем миниатюру из, собственно, съемки Анастасии и Алексея. Вот здесь вы можете выбрать разрешить или не разрешить скачивание фотографий. Ну, то есть, чтобы клиент мог скачать фотки или не мог скачать фотки с вашего сайта. Если мы говорим про анонс, то я считаю, что, конечно же, он должен иметь возможность фотографии с сайта скачивать. Более того, чем он больше их скачает, расшарит, всем покажет, тем лучше для нас. И кнопочка «Отображать на сайте». То есть, что это такое? Вот здесь вот в анонсах это будет видно или не будет видно для стороннего зрителя. Мало ли, вдруг это достаточно эксклюзивное мероприятие или съемка закрытая, которую не всем вот так вот можно прям показывать. Соответственно, вы можете поставить галку «Не отображать на сайте». И ссылку смогут посмотреть только те, кому вы отправили ссылку, этот клиент, и те, кому он отправит ссылку непосредственно. А бы кто не может. Мы на этом описании чуть позже подробнее еще остановимся. И просто берем вот так вот сюда перетягиваем все наши фотографии, которые мы сняли непосредственно на этой съемочке. Что нужно писать вот здесь в описании? Что я советую писать вот здесь в описании? Кроме того, что Анастасия и Алексей классные, что здесь еще можно писать? Можно писать вместо... Место съемки. Например, вы снимали это в Барвихе. Но вот это не снимали в Барвихе, но, допустим, это снимали в каком-нибудь поле. В поле. Вот. Визажист. Здесь мы можем указать визажиста. Например, Екатерина, пусть будет Романова. Видеограф, если был. Там организатор. Зачем я это сейчас все прописываю? Типа, казалось бы, нафига. На самом деле, очень прикольно. Во-первых, когда вы это все указываете, в частности, места съемки, отели, ведущих, то вы можете, да, таким образом, ваша страница будет чуть лучше индексироваться по сайту. Плюс вы таким образом профессиональному сообществу показываете, что вы хороший рукопожатный человек. С вами можно иметь дело. Вы их отметили у себя. Они, это лишний повод им ответить вас. Это лишний повод, чтобы коллеги, да, цех сарафанили вам. Чтобы они отзывались о вас хорошим словом. Чтобы они когда-то посоветовали вас своим клиентам. Чтобы посоветовали другим коллегам. Ну, то есть, вы таким образом показываете, что вы классный человек, с которым стоит работать, стоит дружить, стоит делать творческие съемки. Потому что вы не единоличник. Да? Вы таким образом показываете, что вы командный игрок. Жмете, сохранить изменения. Вот, соответственно, у нас здесь в анонсах, да, посмотрим, что появляется. Появляется вот съемочка, да, Анастасия Алексея. Оп, мы вот так вот жмем. Да, вот у нас сразу анонс, сразу фотки. Человек получает, смотрит, радуется. Он может вот так вот поделиться ссылкой со своими друзьями, да, со своими родственниками, кто был у него на мероприятии. И здесь же вам сразу человек может оставить отзыв. Это очень хорошо, если вам человек будет оставлять отзыв, потому что с другого компьютера. Да, делается, оставляется. То есть для индексации, для вашего сайта, для статистики вашего сайта это здорово. Дальше, смотрите, у нас здесь есть страница. Да, что еще мы можем здесь сделать? Мы можем здесь сделать настройки. И у нас здесь прикрепленный отзыв. Допустим, у вас Анастасия оставила отзыв раньше. И вы вот здесь можете посмотреть отзыв. У нас как раз Анастасия и Алексей. Мы вот жмем и подтягиваем этот отзыв. Дальше, сохраняем, да, и обновляем страничку. И у нас сразу же здесь появляется отзыв. Тот же отзыв, который уже у нас есть на странице с отзывами. Нам не надо еще раз ничего брать, его не надо. У нас он сразу же появляется. Более того, вот здесь вот на странице с отзывами. У нас есть Анастасия и Алексей. Да, вот они. Мы вот здесь жмем фотку смотреть. И попадаем, собственно, на эту серию с анонсом, которую мы только что с вами сделали. Да, потому что отзыв сюда подтянут. И таким образом это очень хорошо увеличивает время, когда человек находится на вашем сайте. Время нахождения на вашем сайте. Внутреннюю статистику тоже очень круто повышает. Что еще делать невероятно офигенно. В качестве анонсов. Я как человек свадебный, который долгое время работал на свадебных проектах. Таким образом, неплохо себе всегда повышал сарафан. Во-первых, вы приходите и выкладываете анонсы свадьбы. Отмечаете видеографа, отмечаете визажистов, отмечаете декораторов, отмечаете организаторов. Что это дает? Это дает то, что ребята будут качать фотографии из вашего анонса и отмечать вас в своих социальных сетях. А это очень важно, чтобы наша популярность росла. Далее. Какой лайфхак может быть относительно анонсов и как можно использовать? Вы делаете не только фотографии с невестой, вы делаете фотографии с гостями. Давайте еще какую-нибудь сюда добавим, чтобы посмотреть, как анонсы смотрятся в паре. А я за это время расскажу. Вы можете выложить фотографии гостей. Вот здесь есть у нас анонс, который называется Диана и Николай. Делаем миниатюру. Что здесь прикольно делать? Мы сейчас закинем сюда сразу фотографии. Эти фотографии могут быть фотографиями гостей со свадьбы. Потому что, например, вы снимаете свадьбу, день рождения, какой-то вот такой групповой семейный проект. И у вас обязательно происходит эпизод, когда гости подходят к клиенту, к паре, к молодым, не знаю, к мениннику, кому угодно. И на пресс-воле фотографируются. То есть огромное количество фотографий гостей с клиентом. Вот прикол в том, что можно быстренько проставить рейтинг в камере, быстренько отобрать и сделать чуть-чуть этих фотографий гостевых и в анонс закинуть фотографии с гостями. Потому что просто так смотреть какие-то фотографии с чужого праздника не всегда интересно. А посмотреть и найти, скачать себя, вот это они сделают однозначно. Соответственно, люди таким образом, да, мы сохраняем изменения, вот, напишем, что это анонс с гостями, сохраняем изменения, посмотрим, как здесь вот в анонсах, видите, в анонсах появилось. Жмем сюда, да, люди заходят, смотрят себя, они обязательно себя поищут, они обязательно себя найдут. Прелесть в том, что это сайт ваш, да, с вашими другими фотографиями. Они могут заинтересоваться, походить, о, как прикольно, а что этот человек вообще умеет? Там на свадьбу мне, например, не актуально. А вот портфолио или портретик там, или семью, возможно, я бы пофоткалась. О, нифига себе, Марина, френч стайл, вот в таком вот она льняном платьишке и ножке и все такое. Я хочу, хочу, обязательно хочу, хочу. А есть интересного фотографа такой юноша мне в комплект? Потому что мне в моей 48 было бы очень кстати сфотографироваться с таким Тимоти Бишамелем. Все, заказик есть. Очень легко, быстро делается, как видите, закинул фотки, да, они сами расставились и все. Никто здесь не требует никакой невероятной верстки. Если надо, фотографии всегда можно поменять местами. Очень удобно, что все это адаптировано под разную мультиплатформенную. Это офигительный инструмент. Чем быстрее вы будете их делать, тем быстрее они будут у вас появляться. Сайт обновляется, это хорошо, индексироваться будет, это тоже хорошо. Вы скидываете это другим людям. Количество новых пользователей, уникальных пользователей с разных устройств, с разных компьютеров на ваш сайт возрастает кратно. То есть огромное количество новых пользователей, да, о вас сарафанят, о вас лучше узнают. Ваш контакт, ваш сайт гораздо лучше передается и распространяется. А это именно то, чего мы все хотим. И это происходит совершенно бесплатно за счет возможностей самого сайта. Это еще не все. Едем дальше. Давайте разберемся с такой штуковиной, которая называется диск. Это что-то типа вот Яндекс.Диск, только не Яндекс.Диск, да, для того, чтобы сдать красиво фотографии. Потому что сейчас, ну, сдача проектов, давайте честно, сдача проектов просто через Яндекс уже не круто. Это просто не стильно выглядит. Это неудобно смотреть с телефона. Это неудобно скачивать с телефона. Там нет ваших логотипов, ваших телефонов. Это не брендировано. То есть это вас никак не двигает. А почему бы не пользоваться, блин, возможностями и не продвигаться. Более того, недавно я проводил эфир со свадебным агентством, очень хорошим агентством, с бюджетами, там, многомиллионными на мероприятия. И они прямым текстом сказали, что когда фотограф сдает съемку через Яндекс, это не клево. Ну, это просто не клево выглядит. А когда фотограф сдает съемку через такую вот оформленную галерейку, классно, когда на сайте, когда все дезодизайнено, когда все в одном стиле. Это гораздо приятнее смотреть. Это показывает уровень. То есть это еще просто тупо увеличивает ваш средний чек. Фотографии те же самые. Но за счет оформления сайта, за счет того, что вы красиво подали, вы увеличиваете свой средний чек. И это офигенно. Давайте поболтаем про диск и как здесь все устроено. Соответственно, вы точно так же добавляете проект. Например, у нас мы сейчас работали с проектом Диана и Николай. Диана и Николай. Проставляете дату съемки. Вот мы снимали их 3 января 24 года, например. Срок хранения. Вы можете указать, сколько хранить. Можете месяц, 3-6. Я рекомендую ставить какой-то срок хранения адекватный. Ну, типа полгода, например. Для того, чтобы у людей была возможность скачать несколько раз. И, конечно же, бэкапить это все себе на харды. И можно еще забэкапить себе в Яндекс. Потому что у меня забэкаплено сразу во многих местах. И если человек через какое-то время ссылку потеряет, вы ему уже найдете. С Яндекса восстановите. Но первое впечатление он получит от вас крутое. Всей своей семье он раздаст эту ссылку. Всем своим друзьям он ее тоже расшарит. Они все пойдут, посмотрят. И, конечно же, все они поскачивают фотографии. Вот здесь разрешаете, не разрешаете. Качество скачивания оригиналов мы пока разрешим. А потом поболтаем еще про другой вариант. Потому что есть разные варианты использования. Соответственно, вы человеку разрешаете скачивание оригиналов. Здесь же вы можете еще прикрепить товары. Но это мы тоже попозже все обсудим. Отзывы и контакты можете запаролить. Поэтому к этим настройкам вернемся на создание следующих проектов и обсудим. Пока что вот в базовой комплектации создадим проект. Оп. А в проекте пока нет фотографий. Соответственно, мы сюда фотографии сейчас подгрузим. Оп. Фотографии появились. Да, по мгновению волшебной палочки. Все. Фотографии загружены. Есть фото. Например, у вас есть папка все фотографии в черно-белом. Вы можете здесь добавить типа BV. Black and white. Добавить папку и загрузить сюда, например, фотографии в черно-белом. Для того, чтобы у человека была возможность, вот он получает сейчас, например, ссылочку. Вот он, оформлена ссылочка на диске. Это, конечно же, гораздо удобнее смотреть. Во-первых, здесь есть сразу кнопка написать фотографу, чтобы с вами можно было связаться. Да, скачать файлы. Можно скачать весь проект, что очень удобно сразу всей пачкой. Можно сразу ссылкой поделиться. Да, можно от лайка что-то прокомментировать. Вот человек смотрит весь проект. Например, мы здесь добавили папку с ЧБ. И залили туда фотографии в ЧБ. Вот мы ее добавили. Все, она здесь появилась. Соответственно, мы здесь обновляем тоже проект. И у нас здесь появляется папка фото с ЧБ. Ну вот фотки мы можем переименовать в цвет. Color, например. ЧБ, ЧБ. Очень удобно. Это все офигенно, классно смотрится с телефона. И очень удобно друг другу расшаривать. Что еще классного, прежде чем мы начнем другой случай смотреть. Мы настройки зайдем. С этим мы всем поколдовали. Уже дизайн и обложка. Здесь вы можете заменить изображение. Просто выбрать дизайн. Как это будет смотреться, соответственно, на сайте. Как это будет смотреться в телефоне. То есть вы просто выбираете, как это будет смотреться в телефоне. Давайте добавим еще один проект. И там уже чуть-чуть в других настройках покопаем. Например, Максим и Алена. Но здесь мы уже не разрешим им скачивать оригиналы. Потому что они нам не заплатили за все фотографии. Либо у нас с ними договоренность, что мы скинем фотки. Они их выберут. Очень удобно для работы с корпоративными заказчиками. С B2B. Когда вы снимаете контент. Например, съемку. Если мы снимаем контент-съемку. Давайте, может, тогда и контент-съемка для Артема. Он нам не заплатил. Потому что вы сейчас увидите Артема. Он похож на Тимоти Бешамеля. И, конечно же, он с хитрецой. Вот так мы тоже с хитрецой. Поэтому мы создаем здесь. Добавить на фотографии водяной знак. Жмем создать. Фотографии пока нет. Поэтому мы сюда добавляем Тимоти Бешамеля. Но скачивать фотографии нельзя. И он может смотреть только с водяным знакомым. Поэтому давайте посмотрим, как это выглядит на сайте. Открылся проект Артема. Здесь все красиво, как мы видим. Но при этом, видите, кнопки скачать уже нет. Мы открыли специально Диану и Николай. Видите, скачать файлы. Скачать файлы. И фотки вот так вот видны. У Артема кнопки скачать файлы нет. Да. У него есть только храниться. И, соответственно, он может только лайк поставить. Тоже поделиться. И здесь еще везде водяные знаки. Специально, чтобы этот Бешамель ничего не скачал. И что никак не использовал. Потому что он еще не оплатил. И мы ждем от него оплату за ретушь. Есть еще случай. Например, вы поснимали какую-то корпоративную съемку. И у вас тут много разных людей. Много разных фотографий. Или вы поснимали детский садик. И у вас там много разных детей. Вы скидываете одну ссылку. Всем вы скидываете. Человек вот так вот смотрит. Смотрит. И понимает, что вот эту фотографию он хочет отобрать. Чтобы ему отретушировали. Он нажимает лайк. И выбирает папочку. Пишет здесь Артем хочет. Все. Список создан. У этого списка появляется тоже здесь ссылочка. И он может листать дальше. Наши фотографии. Теперь он понимает, что вот эту фотографию он хочет. Он тоже вот здесь ставит лайк. Отлично. Он как бы отобрал. Давайте теперь посмотрим. Видите, 4 лайка. Сохранить список. Скопировать ссылку. Вот вам человек отправляет эту ссылку. Вы по ней заходите. Список. Все работает. Смотрите. Когда мы заходим в админку. У нас, где Артем фотографии отбирал, появляется теперь сердечко. Мы заходим на проект. Вот мы внутри проекта. И здесь у нас есть избранное. Вот он список, который Артем хочет. В общем, у нас человек отобрал. Мы сразу видим, какие фотографии он отобрал. Это все было ему удобно сделать с телефона. Мы сразу это видим у себя на сайте. Мы забираем это в работу в ретушь. Все. Наслаждаемся. Человек тоже наслаждается. Потому что сервис становится легким. Сервис становится интуитивным. Понятным. Можно просто делать на смартфоне. Не прибегая вот это вот, как раньше сдавали через Яндекс.Диск. Так, папка. Ага. Номера. Сейчас я перепишу, где мой лист с блокнотом. И все. Вот эта вот путаница жесточайшая. Тут же сразу опачки. Готово. Все хорошо. Да, интуитивно понятно работает. Дальше. Еще одна штуковина в диске, которую вы обязательно должны знать. Называется товары. Потому что, что бы не допродать людям что-нибудь прикольное, когда они в настроении это самое прикольное купить. Добавляем еще один проект. Настройки. Вот здесь смотрите. Кнопочка появилась. Товары. Вот. И здесь пока добавить товары в проект. У нас пока еще нет никаких выбранных товаров. Поэтому нужно нам товары немножко создать. Заходим в кнопку товары. Магазин. Вот у нас товары. И вот здесь мы можем создать товары. Например, фотокнига. Загрузим фотографии. Раз фотография. Два фотография. Три фотографии. Фотокнига. Например, цена за единицу товара. Валюта рублей. Настройки формы заказа. Что спросит у человека, когда будет форма заказа. Смотрите, тут какая штуковина. Если вы хотите работать через товары, конечно же неплохо иметь платежную систему. А для этого хорошо быть официально зарегистрированным. То есть ИП или самозанятость. Потому что я топлю за то, чтобы работать в белую. Все нормальные ребята топят за то, чтобы работать в белую. Хорошие деньги делаются только в белую. К тому же человеку, особенно если мы говорим про работу с какими-то предпринимателями, контентом. Всем остальным им часто проще заплатить с расчетника. И они гораздо легче это делают. Потому что таким образом они не попадают на обнал. Когда они сами себе выводят. Они с расчетника платят. И все классно, здорово, замечательно. Поэтому спрашивать e-mail. Спрашивать номер телефона. Вот номер телефона я бы обязательно спрашивал. Потому что надо же как-то с человеком связываться. И действия после заказа. Здесь вы можете отправить письмо. Например, подтверждение покупки. Спасибо за ваши деньги. Давайте еще. Книга будет классная. Все. Добавили. Все. У нас есть товар. И теперь в диске. Мы можем, соответственно, зайти в нашего Валерия Константина. Настройки. Товары. Добавить товар в проект. И прикрепляем товар, который называется фотокнига. Сохраняем. Давайте посмотрим, как это теперь выглядит на сайте. Валерия Константин. Люди получают. Могут фотки скачивать. Вот здесь появилась корзинка. И, соответственно, товары появились. Они могут нажать. Вот здесь они могут заказать. Имя, телефон. Вот здесь пока что не прикручена никакая платежная система. Поэтому вам на почту упадет, что с вами хотят, что вас книгу хотят купить. Дальше вы уже приступите к обсуждению заказов. Кроме книги. Мы тут можем добавить, например, печать на холсте. Мы можем зайти, опять же, в магазин. Товары. Добавить еще какой-нибудь товар. Печать на холсте. Загрузим сюда. Прикрепим фотографии. Указать цену. Цена за единицу товара. Пусть будет у нас 7000 рублей. Вот видите, принимать онлайн оплату. Есть галочка. И для того, чтобы принимать онлайн оплату, нужно подключить способы оплаты. Это можно сделать, если вы работаете в белую. И в диске мы можем прикрепить здесь к Валерии и Константину еще один товар. Просто раз. Еще прикрепить товар. Печать на холсте. Сохранить. Они, соответственно, могут выбрать. У них получается, здесь будет не только фотографии, не только книга. Вот еще печать на холсте. И они могут выбрать. Все. Вам уходит письмо на почту. Вы связываетесь с Константином. Обсуждаете, какую фотографию он хочет. Как он хочет. Все детали. Детали оплаты. И вы уже непосредственно это дело оформляете. Доводите сделку до конца. Получаете деньги. И все это, как вы видите, устроено просто за счет самого сайта. Поэтому обязательно пользуйтесь. Вообще, это крутейшая штука. Что диск, что анонсы. Анонсы. Вот я серьезно говорю. Анонсы. И быстрая издача вот так. Именно вот так через сайт. Очень сильно увеличивает сарафан. Очень сильно говорит о вас как о хорошем, надежном подрядчике, с которым можно работать. Более того, когда у вас появляются анонсы, здесь часто клиенты, которые попадают к вам на сайт, видят, что вы работаете, что вы постоянно в делах, что у вас съемки, что вы их выкладываете, что вы их не стесняетесь, что у вас их много. Что самое важное, вы показываете каждого клиента. Это очень классный триггер, когда вы показываете каждого клиента. И очень красивых, и очень-очень красивых, и просто нормальных, и всяких разных людей, и в дорогих отелях, и в отелях попроще. То есть клиент понимает, что вы не прячетесь за какой-то красивой, там, мега перефотошопленной картинкой, да, и видит разные случаи, что хорошо вы работаете в разных случаях. И в одних банкетных залах, и в других банкетных залах. Поэтому анонсы, это вообще мега супер крутая фича, которую обязательно всем нужно использовать. Правда. И диск. Когда вы сдаете фотографии, вот так вот приятно, их всегда приятно скачивать, их приятно пошарить, ссылочку эту приятно хранить, люди действительно радуются. Это уже нормальный бизнес-подход, и это не стрёмно скинуть ни агентству, ни каким-то партнерам. И вы просто на ровном месте, за счет того, что грамотно используете функционал, вы очень сильно увеличиваете себе средний чек и средний годовой доход. Ну вот за счет того, что вы ничего не делали, да, просто выложили анонсик, у вас улучшается сарафан. И 2-3-4 заказа в год может прилипнуть. Просто за счет этого. Ноль вложений, в ноль маркетинга. Просто вы выложили фотографии. Оп, людям очень понравились фотки, они на горячей волне заказали вам книгу. Вы получили тоже дополнительные деньги на этих же фотографиях. То есть ваш средний чек с одного клиента кратно растет. Используйте, это действительно работает, это круто. А деньги на карточке, они всегда греют душу. Мне вам об этом рассказывать, да. И чем их больше, тем душа теплее согрета. И чтобы совсем все было хорошо, дальше уже Александр расскажет, как работает SEO, вот эта вся оптимизация под поисковики. И как сделать так, чтобы Яндекс, Гугл и прочие поисковики, которые есть на планете Земля, показывали ваш сайт еще лучше, еще надежнее. И вы получали еще больше заказов и еще больше денег, потому что фотограф должен быть богатым. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Александру. Пока-пока.